Дорогие друзья, я приветствую всех вас сегодня. Я приветствую каждого, кто смотрит или слушает сейчас меня. И, конечно же, всю нашу огромную семью, нашу драгоценную международную миссию возрождения мира. Привет вам всем, друзья. И сейчас я продолжаю серию передач, которая называется «Тайны души». И хочется поговорить о тех тайнах. Вот есть разного рода тайны, но именно в этой серии передач я хочу раскрыть не те тайны, там, где сокровища, мы и об этом будем говорить, но те тайны, где прячется что-то негативное, что-то, что может влиять на человека плохо. Там, где прячется дьявол и там, где он спрятан, когда он в тени, когда он спрятан, он может иметь влияние, негативное влияние на человека. Он может его контролировать, он может даже разрушать его жизнь. Но когда мы вскрываем эти тайны, когда мы вскрываем его замыслы, когда мы шаг за шагом разбираем его методы, тогда дьявол терпит крах. Когда что-либо выносится во свет, оно теряет свою силу. Так вот, на прошлой передаче мы говорили о страхе. Страх – это дух, это духовная демоническая субстанция. Страх – это демон. И мы молились, и я верю, что Дух Святой прикоснулся ко многим-многим людям. Поэтому присылайте ваши свидетельства, пишите, снимайте их на видео. Это будет так здорово, это будет замечательно, потому что когда звучит твое свидетельство, когда кто-то его читает или слушает, мой друг, ты даже не представляешь, как Бог использует твое свидетельство. Ты даже не представляешь, как много людей, слушая его, обретают веру, чтобы и в их жизнь пришла победа и свобода. Сегодня же я хочу поговорить с вами, друзья, еще на одну интересную тему. Скажите, еще одну такую коварную тайну, коварный метод дьявола, которым он внедряется в жизнь человека, чтобы разрушать ее. И это комплексы. Комплексы, комплексы неполноценности. Я думаю, каждый из вас знаком и понимает, что такое комплексы. И, наверное, ну просто единиц им, возможно, есть такие люди. Ну, наверное, я встречала, может быть, парочку. Хотя я не до конца верю, что у них вообще нет комплексов. Но, по крайней мере, они так говорили. Это люди, у которых, ну вот они без комплексов, да. Ну, знаешь, бывает внешне, кажется, человек без комплексов. Кто знает, что у него внутри? Внутри там мы не знаем. Так вот, комплексы. Комплексы – это огромная-огромная-огромная сфера. И это то, что внедряется в жизнь человека через очень разные пути. Один из путей – слово. Слово, которое ребенок слышит в раннем детстве. В садике играет маленький мальчик, играет другой мальчик, девочки. И вдруг воспитательница смотрит, как этот мальчик там что-то слепил или смастерил, или нарисовал. И говорит, о, у тебя не очень хороший рисунок. Вот у песенки у него лучше. Оп. И в этот момент что приходит? Комплекс. Приходит это ощущение, что я хуже других. Приходит чувство, что я в чем-то, где-то, как-то неполноценен. Вот кто-то он полноценен, кто-то он целостен. А я вот в чем-то не такой, в чем-то хуже. Комплексы, они как будто говорят, что ты в чем-то хуже, в чем-то не такой. И чем больше человек подвержен комплексам, тем больше он старается быть в тени, старается быть незаметным. Знаете, кажется, что вроде бы это что-то такое не настолько сильное, не настолько мощное такое оружие дьявола, через которое он мог бы разрушать жизнь человека. Но вы даже не представляете, насколько на самом деле сильное и мощное оружие комплексы. Потому что подумайте сами, задумайтесь на секундочку. И вы согласитесь со мной, что комплексы – это то, что может человека лишить призвания. Когда нужно сделать шаг, не бояться пойти за словом, когда тебе говорят, идем вместе, у тебя получится. А человек раз и думает, а нет, у меня не получится, и не идет. Пойти куда-то учиться, он думает, нет, я не такой, я не способен, и не идет учиться. Пойти в служение, он думает, да нет, у меня не получится, и не идет. И человек отказывается и может потерять призвание. Человек может потерять семью, счастливую семью, когда есть для него тот избранный, тот Богом приготовленный человек, а он смотрит и думает, нет, это не для меня, это человек не для меня, и уходит в сторону. Человек может потерять, вы даже не представляете, как много в своей жизни, много даров, много подарков, много возможностей именно из-за комплексов. Знаешь, жизнь теряется из-за комплексов. Кто-то сказал, какое самое богатое место на земле? И ответ знаете какой? Самое богатое место на земле – это кладбище. Почему? Потому что там закопанные люди вместе со своими нерастраченными возможностями. Они могли бы, может быть, какие-то великие сделать достижения, они могли бы сделать что-то особенное на этой земле. Они могли бы оставить след, они могли бы кому-то помочь, они могли бы быть ответом, они могли бы, можно долго говорить, что. Но из-за комплексов, из-за вот этих вот осознаний, что я не такой, мне не получится, я хуже других, я неполноценен, они не стали, отказались, ушли в стень, ушли в сторону и не сделали, и потеряли. Так вот, ты понимаешь теперь, мой друг, что комплексы – это не шутки. Оу, я не для того тебе все это говорю, чтобы ты подумал, это так серьезно, это такой большой и сильный враг. Оу, теперь я в своих комплексах, еще больше буду в комплексах, потому что не знаю, что с этим делать. Нет, я хочу сегодня сказать себе, что этот враг на самом деле, он должен быть разоблачен и вскрыт. А когда мы вскрываем врага, тогда, когда мы узнаем его сущность, что в нем сокрыто, откуда он пришел, когда он пришел, почему он пришел. Мы беззащитные, мы слабы, когда мы не знаем, с какой стороны идет удар, когда мы не знаем, кто наш враг, когда мы не знаем, какой он. Но когда мы знаем и знаем, что вот, нужно с этим разобраться, тогда нам намного легче. Так вот, комплексы приходят в нашу жизнь, как я уже начала говорить, через определенные слова или отношения. И это чаще всего, да и в принципе в 90% случаев закладывается в самом детстве. Потом это может усиливаться в подростковом возрасте, это может дальше, знаешь, усугубляться уже в взрослом жизни, в зрелости, даже в старости могут добавляться комплексы. И ты должен понимать, что нужно. Нужно подумать, когда это пришло в твою жизнь. Посмотри, когда это пришло. Подумай, как это пришло. Если ты не можешь это вспомнить, просто попроси в молитве Духа Святой, покажи мне, как это произошло в моей жизни. Покажи мне. И второе, попроси Духа Святого. Дух Святой, покажи мне, а как ты на меня смотришь? Открой мне, какой я на самом деле? Потому что комплексы похожи на старую грязную одежду, на такие лохмотья, в которых может жить человек, сильный мужчина, прекрасная девушка. может проживать свою жизнь в этих лохмотьях какого-то, знаешь, слабого, немощного бомжа или какой-то там дряхлой, никому не нужной мжихи. Извините за такие слова, но это может так выглядеть. И представьте себе, когда эти лохмотья, они скидываются. И ты видишь, ты совсем другой. Так вот, ты должен познать в Писании, какой ты. Посмотреть в Библию и увидеть, какой же я на самом деле. А знаешь, я тебе скажу, на самом деле очень просто, на самом деле очень просто вот начать познавать это. И я тебе скажу, дам сейчас начало и подтолкну тебя дальше познавать это. А начало вот в чем заключается. Вообще ценность товара определяется той ценой, которая за него заплачена. А теперь подумай. За тебя, именно за тебя, мой друг, дорогой брат, дорогая сестра, именно за тебя Иисус Христос отдал свою жизнь лично за тебя. Именно за тебя Отец Небесный отдал самое дорогое, что у него было, своего сына. За тебя отдал на смерть, на страшные мучения ради тебя, чтобы подарить тебе спасение, вечную жизнь, благословение, счастье, здоровье, крепость, силу, призвание, счастье во всех сферах твоей жизни. Спасение твоей души. Именно за тебя. А теперь подумай, велика ли твоя цена на самом деле, если за нее так много было заплачено, за твою душу, за тебя. Так вот, я думаю, что если так много заплачено за тебя, значит, ты чего-то стоишь. Значит, ты ох, как много стоишь, если сам Бог так дорого за тебя заплатил. Поэтому, когда начинаешь это понимать, уже даже как-то, ну, не к лицу смотреть на себя негативно, ругать себя там в себе что-то, смотреть на себя и называть себя как-то неподобающе, как-то никчемно. Послушай, посмотри на себя и сравнивай себя с той ценой, которая была за тебя заплачена. И ты будешь понимать, что ты другой человек на самом деле. Ты человек, которого любит Бог так сильно, что отдал своего сына за тебя. Ты человек, который так драгоценен в его глазах. Ты вот эта драгоценная жемчужина. Представляешь? Поэтому начинай познавать это. А если ты уже на этом пути, углубляйся в него глубже и глубже. Познавай это. И чем больше ты будешь это познавать, чем больше ты будешь это понимать, тем больше в всяких комплексах будет просто отлетать от тебя, как эта старая ветхая одежда. А сейчас я хочу помолиться за тебя. Если комплексы есть в твоей жизни, положи на себя руку. Дорогой Дух Святой, я прошу тебя прямо сейчас. Прикоснись с твоей силой. Дух Святой, драгоценный. Пусть твое присутствие сейчас будет в каждом месте, в каждой комнате, там, где находится каждый, кто сейчас смотрит и слушает. Дух Святой, я прошу тебя, коснись твоей силой прямо сейчас. И прямо сейчас, да будут разрушены всякие комплексы, всякие демоны, комплексов неполноценности. Все эти духи, я повелеваю убираться вон во имя Иисуса. Прямо сейчас комплексы, которые шли по роду, прямо сейчас, да будут разрушены именем Иисуса. Эти демоны поражения, демоны серости, посредственности. Прямо сейчас я повелеваю убираться вон во имя Иисуса. Прямо сейчас я разрушаю слова, которые были сказаны. И сейчас, дорогой друг, если ты помнишь эти слова, которые были сказаны в твою жизнь, может быть, сейчас какие-то слова говорятся в твою жизнь, и это то, что просто навязывает эти комплексы, отрекайся от этих слов. Прямо вместе со мной говори, я отрекаюсь от этих слов. Я отрекаюсь от этих слов, я отрекаюсь от этих слов, которые были сказаны мне в детстве. Я разрушаю эти слова, которые были сказаны в детстве. Я разрушаю каждое слово, которое принесло комплексы именем Иисуса Христа. Да будет разрушено каждое слово, которое принесло комплексы именем Иисуса. Я разрушаю влияние этих слов, я разрушаю последствия этих слов именем Иисуса Христа. И вместе, давайте, друзья, сейчас прямо будем заменять эти слова. Если в твою жизнь звучало слово, что ты глупый в разных вариациях. Если звучало слово в жизни девушки, женщины, что она некрасива, что-то не так, может быть, с ее фигурой, с ее телом, с ее душой и так далее, и так далее, и так далее, с ее лицом. Вот что бы ни было, сейчас прямо бери, говори обратное. Говори обратное. Говори, я мудрый, я сильный, я благословенный, я красивая, у меня лучшая фигура, у меня лучшее самое тело, я благословенная, я красивая, я замечательная. Вот прямо бери, говори, говори, говори сейчас эти слова. Говори, чтобы разрушать все эти негативные слова, которые были сказаны в твою жизнь. Говори это сейчас. И прямо сейчас именем Иисуса Христа, пусть каждое благословенное слово сейчас будет просто запечатываться, запечатываться в твоей душе, в твоем разуме запечатываться. Каждое негативное слово, каждое слово разрушающее, которое было послано в твою жизнь, да будет разрушено прямо сейчас. Именем Иисуса Христа. Прямо сейчас, в это мгновение, да будет разрушено. Я провозглашаю благословение, я провозглашаю, ты благословенный человек. Никаких комплексов, все разрушено, у тебя все получится. Все, за что ты берешься, у тебя получается. Ты счастливая девушка, все дороги перед тобой открыты, ты счастливая женщина. Ты благословенная женщина, ты благословенный мужчина, у тебя все получается. Ты на высоте, ты человек, который имеет превосходный дух во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю благословение в твою душу, благословение в твое тело, благословение в твой дух. И да будет так. Аллилуйя. Аминь. Аминь, друзья мои. Я так рада была сегодня быть вместе с вами. И сегодня я прощаюсь с вами. До встречи. Люблю вас. С миром Божьим.